На наших глазах разворачивается кампания по пересмотру итогов Второй мировой войны. Уменьшается вклад Красной Армии в Великую Победу. Эти обстоятельства не могут оставить нас равнодушными и безучастными. Это слова из обращения президента России к участникам международной научной конференции Ялта 1945, прошедшей в Крыму. Вы знаете, до каких абсурдных и позорных заявлений дошли некоторые наши оппоненты ради политических амбиций, а ради того, чтобы сдержать Россию, в конечном итоге изменить историю. Заявил Владимир Путин на семинаре совещания с руководителями субъектов Федерации. Попытки Запада переписать историю, так была обозначена тема круглого стола, который организовали и провели студенты Краснодарского кооперативного техникума. В актовом зале учебного учреждения студенты, преподаватели, приглашенные гостям. У многих на груди георгиевская ленточка – символ победы в Великой Отечественной войне. На стендах выставка творческих работ, книги, газетные статьи, рисунки. Главная цель круглого стола – рассказать правду об истории Второй мировой и понять, почему сегодня некоторые страны пытаются исказить истину. Мы должны знать свою историю, не быть Иванами, не помнящими родства. Мы должны знать, кто развязал Вторую мировую войну, кто больше пострадал в этой войне. И мы должны помнить, что мы народ победитель. Студенты подготовили работы на тему Великой Отечественной войны, о деятельности националистических организаций на оккупированных фашистами территориях, в том числе Украине, о зверствах в концентрационных взрослых и детских лагерях, об итогах Второй мировой войны в цифрах, количестве участвовавших государств, проведенных в боевых операциях, погибших солдатах и мирных жителях. В Великой Победе народов советские люди отстояли честь, свободу и независимость не только своей родины, но и выполнили свой интернациональный долг. Сыграли решающую роль в спасении народов от угрозы порабощения фашизма. Как отметили преподаватели, люди старшего поколения, мы не можем остаться равнодушными и безучастными к тому, как сегодня излагают исторические факты представители власти некоторых государств, как пытаются переписать историю. Наша страна только защищалась, оборонялась. Никогда ни на кого наша страна не нападала. Во все времена, во все периоды истории нашей страны не было никакого случая, чтобы Россия, Советский Союз выступал против какого-то государства. В завершении встречи к молодым людям обратился с предложением один из участников круглого стола. Сам участник боевых действий в горячих точках. У меня к вам есть одна просьба маленькая. Если вы встретите ветерана Великой Отечественной войны на улице, пожалуйста, поздоровайтесь с ним. Скажите ему здравствуйте. Приедя домой, такой человек обязательно в душе своей вспомнит, что молодой человек с ним поздоровался. И у него в душе наступит чувство благодарности вам. И вы как бы ему выкажете эту благодарность за те годы тягот и лишений, которые он испытал и которые подарил нам в виде победы 9 мая. Катяна Шуляцкая, Артем Кузьмин. События и люди.